Реновация на Майерчика и новый детский сад в Железнодорожном районе. Сегодня вместе с мэром наша съемочная группа прогулялась по местам, где сейчас находятся аварийные бараки и пустыри. Эти территории уже в этом году начнут облагоустраивать. Однако не везде процесс идет гладко. Почему? Расскажет Денис Козлов. Возле бараков на Майерчика только фильмы ужасов и снимать. Решение избавиться от такого бельма на глазу чуть ли не в центре города, власти приняли еще в 2017. Сначала снесли старые деревяшки, теперь очередь за тремя двухэтажками. Из 32 семей не расселили только 7. Реновация нравится не всем жителям. На то есть причина. Люди жалуются, что денег, которые предлагает застройщик, попросту мало. Съезжать на окраины никто не хочет, а квартиры по соседству стоят дорого. Буквально я могу вам сказать, железнодорожников 21, квартира двухкомнатная, 51 квадратный метр, стоит 2 900. 2 900. За 2 миллиона 40 я ничего не куплю. Я куплю, только могу купить только однокомнатную квартиру. Только однокомнатную. И то без ремонта, без всего. Вам сейчас судиться приходится? Да, нам приходится судиться, потому что выбора нет, это мое последнее жилье. Но вопрос, похоже, решен окончательно. Осмотреть участок под застройку прибыл мэр. Как только кончатся суды, тут появится новый элитный жилой комплекс. Бизнесмены в недоумении, почему люди против и считают, что они просто жадничают. Некоторые семьи посчитали, что им надо разъезжаться, поэтому им нужно 3 квартиры, 4 квартиры. Они считают, что жилищный кодекс Советского Союза, который говорил о том, что нужно предоставлять по количеству детей, семей, прописанных, что он до сих пор действует. Но не везде возникают проблемы. Кое-где ругаться с жителями не приходится. Так, на территории бывшей войсковой части, на улице 8 марта, пустырь. На месте бывших казарм и плаца скоро построят учебные учреждения. Территория, по сути, такая деградируемая, с точки зрения просто вот такого состояния. Поэтому мы здесь сейчас вот строим детский сад в железнодорожном районе впервые. Дальше у нас планы есть вот туда дальше по школе. Ну и понятно, немного здесь будет еще домов. Детский сад закончат к концу года. Сюда пойдут почти три сотни ребятишек. Не забывают и про спортивные сооружения. Правда, народным новый спортзал, который строят возле стадиона Красный Яр, назвать сложно. 200-миллионный объект предназначен для рэкбистов, а не горожан. Зато для спортсменов тут будет буквально все. Комната отдыха спортсменов. Там будут массажные кабинеты, будут кабинеты врача, тренажерные залы. Будет гостиница. Будет другие помещения, именно связанные со спортом, с восстановлением. Закончат спорткомплекс к концу года. Его постройка скажется позитивной не только на физической форме рэкбистов, но и на результатах игр. Тем более Красноярск претендует на проведение международных турниров в этом виде спорта. Денис Козлов, Владимир Фетисов, 7 канал.